Всем привет! Сегодня отвечу на вопрос. Собаку укусила змея, что делать? Как оказать помощь самостоятельно? Ведь укусы чаще всего происходят вдали от цивилизации, на природе. Первое, нужно собаку увести в тень и придержать ее. Чем меньше животное двигается, тем лучше. Яд медленнее распространяется по организму. В интернете есть рекомендация, что любой ценой нужно уложить собаку в горизонтальное положение. Да, это хорошо, в идеале так и нужно сделать, но после укуса, боль, стресс и собака может не реагировать на ваши команды. А вы, учитывая эту рекомендацию, будете настаивать на своем, устроите борьбу и это приведет к осложнениям, потому что собака будет в стрессе, стресса добавите, она еще больше будет двигаться. Получается, выполняет команду лежать, замечательно, не получается, придержите ее, этого будет достаточно. Второе, вводим дексаметазон, доза 0,1 мл на килограмм. Для маленькой собаки 0,5, для средней 1,5 мл, для крупной 2,3 мл. Это дозы большие. Да, у гормонов есть побочные эффекты, но мы говорим о спасении животного. Если разовьются осложнения, то животное может погибнуть. От такой большой дозы однократно ничего страшного не произойдет. Даже можно ее увеличить при необходимости. Здесь уже будете ориентироваться. Через 30-40 минут не получаете эффекта, значит можно добавлять. Второй препарат, это супрастин или любой другой антигистамин. Но мы будем говорить о супрастине. Он распространен, в аптеках продается и все о нем знают. 0,1 мл на 2 кг. Два препарата, вот это дексаметазон и супрастин, они друг друга дополняют. Дексаметазон хорошо как противошоковая, против отека, против аллергии. А супрастин связывает гистамин. Здесь мы не переборщим, потому что опять же ситуация серьезная и животное может погибнуть. Вводим эти два препарата. Затем, если получается найти место укуса, туда прикладываем холод. Где его взять? Ну, может быть вы на пикник поехали с холодильником, бутылку пива или что у вас есть, какой напиток приложили. В идеале должен быть у вас пакет первой помощи. Химические вещества вы надавливаете и происходит реакция, гипотермический пакет. Посмотрите в интернете. Холод, он уберет боль и замедлит всасывание яда. Затем действуйте по обстоятельствам. Если есть возможность попасть в лечебницу быстро, конечно это нужно сделать. Взяли собаку на машину и поехали. А доктор там уже будет оказывать помощь дальнейшую. Если нет такой возможности, вы допустим где-то в горах, далеко, в лесу и добираться до ближайшего населенного пункта часами, то лучше оставаться на месте и переждать этот момент. Меньше собака двигается, тем лучше. Можно поить водичкой и продолжать применять препараты. О самостоятельном лечении я могу рассказать в статье. Если такой запрос есть, если потребность в такой статье необходима, то напишите в комментариях, я сделаю, что можно сделать самостоятельно. Как лечить. Обычно это применяют мочегонные, применяют физраствор, раствор рингера, препараты для поддержки дыхания, сердечной деятельности. И в дальнейшем там еще курс может быть продолжен, курс препаратов. Вот если нужно, напишу. И доктор то же самое будет делать, если вы попадете в лечебницу, он добавит дексаметазон, антигистамины, капельницу подключить, катетер будет капать. Чем опасен яд? Еще важный момент. Вот не всегда же видно, когда змея кусает собаку. Если собака воспринимчива, да, вы услышите, она будет скулить, может кататься по земле и будет тереть мордочку, если укус мордочку. Но не всегда так. Бывают такие боевые собаки и в азарте даже не замечают укусов. А потом вы будете наблюдать. Шаткость походки, чаще дыхание, слюнотечение, может быть рвота, понос. Потом развивается отек в месте укуса. Вот на эти симптомы нужно обращать внимание. Опасен яд тем, что может привести к осложнениям, если маленькая собака до 10 кг. Тогда может закончиться все гибелью, потому что действует она негативно на центральную нервную систему. Центральная нервная система у нас регулирует дыхание, сердечно-сосудистую деятельность, и это может привести к гибели. Крупная собака, средняя, переносит нормальные укусы, но все-таки может быть проблемы, особенно если есть хронические заболевания сердца, почек. Вот если есть хронические заболевания, может быть вам и не стоит ходить на природу с такой собакой в период активности змей. Подумайте об этом. Вроде бы все я рассказал. Если будут дополнения, пишите. Нужна статья, повторюсь, пишите в комментариях и послушаем нашего эксперта. Змеи это опасно. Как для человека, так и для животных. Все, теперь слушаем нашего эксперта. Пока-пока, друзья. Ой, я вас умоляю, ну какие могут быть змеи в наших регионах? Они давным-давно уползли в теплые края и не обещали, что скоро вернутся. Вы посмотрите за окно, что там творится. Все ходят в фуфайках, ну все двуногие, четвероногие нормально, не переодевались. Холодно, на дворе лето, а все мерзнут. А змей любят тепло, тепла нет, вот они и уползли. Но если серьезно, вот змея отдыхает, никого не трогает. И тут подходит собака и начинает ей в ухо лаять. Конечно, змея испугается и укусит с перепугой в нос и в глаз и куда попадет. Ну вас напугай, вы тоже что-нибудь сделаете не так. Можно и ударить или чего-нибудь учудить. Не трогайте змей и все будет хорошо. Да, кстати, еще хотелось бы узнать по поводу кошек. Как обстоят дела со змеями у кошек? Что делать при укусе? Или кошки как из мультика Рикки-Тикитави? Не боятся змей. Вот интересно услышать ответ. Субтитры сделал DimaTorzok